Уважение к истории и великим традициям. В Белгороде в третий раз прошел открытый областной фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица». Представители казачества и творческие коллективы областного центра и районов ярко отметили поистине народный праздник. Волшебная атмосфера фестиваля на время превратила концертную площадку Парка Победы в веселую и дружную станицу. Подробности в репортаже Сергея Шрамко. Не только в знаменитых произведениях Михаила Шолохова доходит до наших дней самобытная казачья культура. Не перевелись еще казаки на земле русской. Традиционный фестиваль «Белгородская станица» в 2016 году стал еще масштабнее и увлекательней. Помимо обширной концертной программы, вниманию гостей были предложены интереснейшие выставки, рассказывающие о традициях и истории казачества. В этом году мы постарались отразить не только культурную составляющую, но и историческую. Поэтому на фестивале представлены казачьи общества, которые приехали. И элементы той казачьей культуры, казачьего быта представлены на выставках. У нас замечательная фотовыставка, книжная выставка, на которой представлена литература по истории казачества. Разнообразней стали и выступления. К чувственным песням и танцам добавились горячие, показательные номера с оружием и фланкировка. Единственным неудобством для зрителей и участников фестиваля была довольно жаркая погода. Но эта незначительная проблема не помешала радостной и завораживающей атмосфере. Знаете, когда это нравится себе, то это получается и у коллектива. И это всегда доставляет удовольствие и радость всем зрителям. Единственное, что составляет сложность, это жарко просто в костюме. А так всё остальное прекрасно и хорошо. Белгородская станица по-настоящему окунула всех в волшебный мир старины и патриотизма. Через приобщение к культурному наследию казачества осознаётся величие родной истории. Величие России и её бессмертных многовековых традиций. Традиции казачьи, они же были, в принципе, очень правильные, справедливые. Казачество на Белгородчине развивается. Сегодняшний праздник, ну, я думаю, нужен в стране. Организаторы уверены, что этот по-настоящему народный праздник в следующем году соберёт ещё больше участников и зрителей. А после Белгородской станицы 2016 с огромной радостью и гордостью можно сказать «Люба, братцы, Люба». Сергей Шрамко, Евгений Кротов. Новости Мира Белогория. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова